По этой земле Андрей Галаев бегал, будучи мальчишкой. Бескрайние совхозные поля, сплошь засаженные сельхозкультурами, не привлекали юного жителя села Алексей Никольска. Более того, уехать из деревни в город мечтал Андрей. Ровно пять лет, пока учился в Приморском сельскохозяйственном институте, он и был городским жителем. Однако что-то всё равно тянуло молодого человека на малую родину. Вернулся. Сначала работал в местном совхозе бригадиром, а затем взял 16 гектаров земли и организовал крестьянско-фермерское хозяйство. Моей семьёй это всё организовали. И потом, по мере нашего развития, совершенствования, мы покупали дополнительно паи, расширяли свои посевные площади и подошли к тому, что нам стало интересно работать в больших масштабах. И большие масштабы не заставили себя долго ждать. В 2002 году обанкротившийся совхоз сменил статус. Андрей Николаевич организовал общество с ограниченной ответственностью Алексея Никольская. Сейчас это одно из лучших сельхозпредприятий Уссурийского округа. Выращивают здесь овощи, зерновые, есть плодово-ягодный сад и животноводческая ферма. Старался не изобретать ничего нового. Во-первых, интересовался, как это делается. Не только в нашей стране, но и ездил за рубеж. В частности, в Голландии были, в Китае. Смотрели, как там организовывали, как существует там организация сельскохозяйственного производства. Проблемы села всегда волновали Андрея Николаевича. Коренной сельский житель наблюдал за всеми изменениями в стране, видел упадок российской глубинки. Накопился практический опыт, как восстановить запущенное, как помочь сельским жителям. Это и сыграло решающую роль в выборе дальнейшего пути. В сентябре этого года Андрея Галаева избрали депутатом Думы Уссурийского городского округа. Он депутат по первому избирательному округу от партии «Единая Россия», в который входит 18 сельских населенных пунктов. Проблемы одни и те же. В основном свет, дороги, аптеки. Проблемы по получению пенсий, автобусы. Ну и, естественно, транспортные какие-то такие составляющие, которые нужно решить в помощь пенсионерам, малоимущим. Поддержание нашей культуры. Это даже взять тех же памятников. Неудивительно, что и входит Андрей Николаевичу состав комиссии по экономической политике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству. Я знал и чувствовал, так сказать, интуитивно, что я буду связан все равно с сельским хозяйством. И я думаю, что и коллеги мои, которые в Думе, они точно так же видели меня только в сельском хозяйстве. Это мне знакомо, и, естественно, я должен этим и заниматься. По долгу депутатской деятельности Андрей Галаев встречается с избирателями. Прием проходит в первую среду четных месяцев в Депутатском центре общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 122, с 10 до 13 часов.